Рукопашный бой теперь едва ли не настольная книга Кирилла. Девятиклассника и села Поперечное. Раньше сдачи дать не мог, теперь вооружается. Говорит, трое одноклассников годами избивали его из сверстников. В пятом классе они там в башмак замочились, там вот это вот все. По голове били, по плечам, кулаками там пинали. Отравлив каменской школе, край узнал в декабре. На историю быстро отреагировали уполномоченные по правам ребенка представители власти. Началось разбирательство. Ввел его каменский следователь. На прошлой неделе мама ребенка получила ответ. В возбуждении уголовного дела отказано. Сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей, смещение позвонков, ухудшение зрения на 30%. Следователь Волков не предоставил судмедэксперту никаких документов, ни справочки по зрению, ни невролога из Барнаула. В итоге судмедэксперт написал, что ребенок здоров, дело сошло на нет. Возмущенная мать обратилась в федеральный следком, и дело вновь открыли, и уже в Барнауле. По факту халатности должностных лиц муниципального казенного образовательного учреждения Новоярковская средняя школа. В связи с большим общественным резонансом, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в 4-й отдел по расследованию особо важных дел. Дело уже выглядит деликатным. По словам мамы и самого мальчика, учителя видели травлю, но ничего не предпринимали. А классный руководитель и вовсе просила не писать заявления на обидчиков. Ирина Алексеевна, вместо того, чтобы поддержать моего ребенка после выписки из больницы, она объявила всем бойкот. Сказала ребятишкам, чтобы они объявили бойкот Кириллу и с ним не общались. Школа, где учится Кирилл, это филиал школы в Новоярках. Села в 15 километрах от Поперечного. Там, как выяснилось, тоже кипят недетские страсти. Пятиклассника Радомира травили из-за того, что он элементарно не похож на других. Началось не просто дразнить волосатый или девочка, как его обычно дразнили, а это уже начались такие оскорбления матом. Пытались его избить, портить одежду, портить вещи ему, то есть ссорить его с ребятами, с кем он начинал дружить, этого человека начинали дразнить. Выбили из рук потелку и закрутили руки, нагнули. То есть они ему заламывали руки так, пока он не нагнется. Собрал все свои силы и вырвался. Издевательств мама не выдержала. Написала заявление и забрала сына на семейное обучение. А следователи после проверки отказались возбуждать дело. Мы попытались узнать в самой школе, в курсе ли они, что происходит в двух образовательных учреждениях перед глазами детей и учителей. Насилия никакого над ребенком не было. У нас ведется воспитательная работа. У нас приезжали уполномоченные по делам защиты прав ребенка Казанцева Ольга Алексеевна. Она работала. Все остальное мы не разглашали. А насчет филиала в Поперечном пояснили. Там тоже ведут профилактические беседы. На них и надежда. Дети, травившие Кирилла, уже сняты с учета. А классный руководитель и замдиректор Попереченского образовательного учреждения после этой истории на больничном. Добавим, что в последние годы в Алтайском крае все чаще возникают истории про травлю. Мы будем следить за расследованием этого дела. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Илья Халяпин. День с толком.